МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 15.30 в Новосибирске области. В прямом эфире канал ОТС Новости дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. В четвертые сутки новосибирские туристы не могут вылететь из Симферополя. Накануне новости ОТС уже рассказывали о том, что из-за нерасторопности и ошибок крымского агентства и российского туроператора люди терпят неудобства на полуострове Крым. Вылететь в Новосибирск должны были еще в воскресенье, но билетов на самолет крымская фирма людям не предоставила. До агентства ни новосибирская компания, ни сами отдыхающие, ни журналисты не могут дозвониться 4 дня. Вчера людям продлили на сутки проживание в отелях и, как стало известно к этому часу, решен вопрос с трансфером. Полетят в Сибирь туристы не из Симферополя, а из Алушты. С полуострова на материк их доставят на автобусах. Меньше недели до начала учебного года. Сегодня в Новосибирске педагоги обсудили вопросы модернизации муниципальной системы образования. Главная тема – переход на обучение в одну смену. Вопросы для Новосибирской области оценочны пока. А это минусовую пока столбую, даже убежден. 37-39 миллиардов рублей. Как можно при сегодняшнем бюджете развития, всего развития Новосибирской области в 6 миллиардов, 37-7 отдать за это направление и за 3-4 года перейти? Не бывает взрослой жизни сказок. Один из способов ускорить переход взаимодействия с городскими вузами высших учебных заведений в мегаполисе около 40. И по мнению губернатора Владимира Городецкого, именно создание старших классов на базе Академии институтов позволит разгрузить школьные аудитории. Добавлю, особое внимание на конференции уделили развитию инженерных классов. Уже в этом году во многих школах протестируют новые программы по техническому творчеству. Редактор субтитров А.Семкин запрещена с 2007 года, в июне правительство уже поступало предложение создать перечень интернет-площадок, имеющих право на реализацию спиртного. Разрешение, по мнению правительства, может получить только организация, имеющая лицензию и уставной капитал не менее 10 миллионов рублей. Ведомости сообщают, таможенники разрабатывают правила уничтожения санкционной сельхозпродукции. Напомню, в стране действует эмбарго на товары США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории и ряда других государств. Первую партию санкционной продукции уничтожили еще 6 августа. Общий объем сожженных, раздавленных товаров уже перевалил за несколько сотен тонн. И российская газета открывается статьей под заголовком «Контроль за народными целителями усилят». В Госдуме разработали законопроект, который устанавливает новые правила игры для альтернативной медицины. По мнению авторов инициативы, на НИВе народной медицины работает огромное количество шарлатанов, которые выдают себя за потомственных целителей, умеющих спасти от любого недуга. Между тем, Всемирная организация здравоохранения призывает государство давать возможность традиционной медицине участвовать в лечении людей наравне с медициной доказательной. К другим темам. 150 аттракционов, 70 джакузи и гидромассажей. Также спа, бары, кафе и рестораны. К Новому году в Новосибирске обещают открыть аквапарк. В его возведении принимали участие не только профессиональные строители, но и молодежь. Стройка даже получила статус региональной студенческой. На торжественной церемонии закрытия строительного сезона сейчас находится моя коллега Наталья Цопина. Наталья, добрый день, передаю вам слово. Добрый день, Екатерина. Возводить аквапарк в Новосибирске продолжают, но вот этап региональной студенческой стройки здесь завершен. На этой неделе он завершается, осталось еще два дня. Сегодня была торжественная церемония, на ней отметили лучших. Лучшему студенческому отряду вручили знамя, грамоты, дипломы и различные статуэтки вручили тем, кто лучше всех работал на этой стройке. Работали здесь два месяца. С 1 июля семь студенческих отрядов новосибирских вузов, а это почти 100 ребят, трудились на возведении одного из крупнейших в стране спортивно-оздоровительных центров. Ребята отмечают, что главное не награды, конечно, и даже не зарплаты, которые были неплохие, но и то, что это большая честь работать на таком крупном, важном объекте. Например, говорят, что он будет самый большой в стране термальный комплекс с самым большим бассейном с волнами. Что касается оборудования, например, то одна из 13 город будет установлена впервые вообще в мире. Ее проект не так давно разработали в Канаде. Ну а о том, как идет работа над этим уникальным комплексом и о том, что же все-таки делали студенты на первой региональной студенческой стройке, я расскажу в вечерних выпусках новостей. Екатерина. Спасибо, Наталья Цопина, о студенческих отрядах, которые помогали возводить первый новосибирский аквапарк. Продолжаем выпуск. Жители военного городка в Октябрьском районе в Новосибирском бьют тревогу из-за мусорных гор. По их словам, причина в том, что управляющая компания, которая была в ведомстве Министерства обороны России, теперь ликвидирована. Люди вынуждены терпеть соседство мусорных куч. Детям негде гулять, во дворах стоит невыносимый запах. В собственнике квартир обивают пороги коммунальщиков. Написано уже десятки жалоб в различные инстанции, в том числе и Министерство обороны. Реакции нет. Вот она, гора мусора, которая в течение нескольких недель уже не вывозится. То есть машина не приезжает, не убирает все это. Непосредственно такую картину можете наблюдать по всему городку, но только у нас. То есть мы в сентябре, как выбирают новую компанию, мы писали. Оказывается, новой компании никакой не будет, пока сидит Славянка. И они ищут клининговую компанию. Вот и все. Кто в ответе за антисанитарию, какова дальнейшая судьба мусорных свалок и самого предприятия, которое кроме Новосибирска обслуживало всю страну. Узнаем из специального репортажа Александра Куршева. Сегодня в итоговом выпуске новостей ОТС. Командный триумф. Берзкие спортсмены стали победителями многодневной гонки, которая проходила в Казахстане. Илогонщики уже вернулись в родной город и приступили к тренировкам. С чемпионами пообщалась моя коллега Кристина Лата. Эту победу по праву можно назвать исторической. Последний раз российская команда побеждала на турнире «Школьник Казахстана» в далеком 1982 году. Гонка считается одной из самых престижных юношеских веломногодневок. Участие принимают не только лучшие казахские гонщики, но и спортсмены из соседних стран. «Соперники очень сильные были. Очень тактичные, продуманные команды были. Слаженные. Было тяжело. Но мы заостряли внимание на Талды Курган, Алматинской области. Ну а лидером гонки был мальчик из Астаны. Но нам был важен больше командный зачет. Поэтому мы обращали внимание на Талды Курган». Семь этапов, каждый больше 50 километров. Чтобы доехать до финиша, участникам приходится покорить и степи, и горы. Каждый участок гонки проходит в новом месте. С такими условиями справляются не все. Из стартовавших 115 спортсменов к финишу добирается лишь половина. «Самый сложный этап был с перевалом 10 километров. Горный этап. Он и считается самым сложным. В Берске, в Новосибирске, да вообще в ближайшем областях не найдешь таких гор. Для нас это было в новизну. Мы такое видели только в Абхазии, в Анапе, на сборах. Поэтому для нас это было что-то новенькое». Итоговый результат складывается из времени трех лучших гонщиков команды на каждом этапе. Перед финишным отрезком бердские спортсмены уступают лидерам 38 секунд. «В последнем этапе ребята предприняли тактические ходы хорошие, пожертвовали генеральным зачетом. У нас гонщик шел на втором месте. В итоге он третий. Но когда мы на зачете, мы поднялись и выиграли». Небольшой отдых и снова тренировки. Расслабляться даже после такого триумфа рано. Впереди у спортсменов завершающие старты сезона. Первенство России среди юниоров. Кристина Лата, Александр Егоров, Новость ОТС. Новосибирские спортсмены привезли медали всероссийских соревнований по народной гребле. Эти состязания отличаются от классических олимпийских. Участники выступают на специальных лодках в личном и командном зачетах. Чемпионат страны проходил в Каменск-Уральске. Наш земляк Антон Кабанов стал первым в одиночке. Второе место в двойке парной заняли Константин Русинов и Николай Меньшиков. Среди женщин в этой же дисциплине серебро у Юлии Серенко и Яны Ватутиной. В первенстве России в одиночке золото завоевала Кристина Кладовикова. А к награде высшей пробы она добавила и серебро в парном зачете вместе с Анжеликой Братчиковой. На этом пока все. О других событиях в следующем выпуске новостей в 18.30. Я с вами прощаюсь до этого часа и желаю хорошего рабочего дня. Субтитры создавал DimaTorzok